МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Лены Речкина. Коротко о главном Воронеже области. Имя нового мэра столицы Черноземья воронежцы узнают 28 августа на очередном заседании Городской думы. С конкретной датой определились сегодня утром. Напомню, накануне в здании муниципального парламента прошел первый этап отбора. Продолжался он несколько часов, и часы эти были непростыми и для членов конкурсной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Сергея Трухачева, и для аккредитованных журналистов. Далеко не все из 13 претендентов на кресло градоначальника подошли к задаче серьезно. Одни вообще не сочли нужным подготовить хоть какую-то программу развития столицы Черноземья, решив сделать ставку на эпатажный внешний вид и не вполне нормативную лексику. Другие предлагали проекты, которые муниципальная казна просто не потянет. А общественник Илья Наумов в ходе перепалки с членами конкурсной комиссии вовсе пообещал в трехмесячный срок уволить всех чиновников городской администрации. В общем, десятью минутами, положенными каждому соискателю по регламенту, с пользой распорядились единицы. По результатам первого этапа отбора всем претендентам были выставлены баллы. Три человека, у которых они оказались самыми высокими, прошли во второй тур. Это нынешний исполняющий обязанности мэра Сергей Петрин, набравший 313 баллов. Глава управы Левобережного района Вадим Башилов, у него 294 очка. И Сергей Последов, это адвокат, который в начале 2000-х работал в департаменте эконом-развития администрации Воронежской области. Он получил 229 баллов. Именно из этой тройки в следующую среду депутаты городской думы выберут нового градоначальника. «Снести или восстановить, в общем, хоть что-нибудь сделать с заброшенным детским лагерем здоровья», просят жители микрорайона Сомова. Бывшие корпуса, а точнее то, что от них осталось, пустоют больше 10 лет и представляют реальную опасность для соседей, а их больше тысячи человек. Здесь, уверяют соседи, давно самый настоящий притон, который, ко всему прочему, еще и регулярно горит. Принять меры ни город, ни область не могут, так как земля федеральная. Масштаб проблемы оценила наша съемочная группа. Битое стекло под ногами, обломки оконных блоков, обгоревшие балки. Так теперь выглядит некогда популярный детский лагерь здоровья в Сомово. Сегодня о том, что когда-то тут кипела жизнь, мало что напоминает. Разве что надпись «приятного аппетита» на руинах столовой осталась. Я была еще ребенком, здесь отдыхала в лагере. Ну тут за нами там были корпуса, там дальше столовая, которая, ну все, сейчас разбито. Вот это тоже корпус был, где отдыхали дети. Вот, ну я так уже не прям помню, но было довольно-таки хорошо. Много детей было, лагерь функционировал, каждый год тут были отдыхающие. На самом деле у нас место очень хорошее, лес, чистый воздух, но лагерь этот нам несет такую какую-то опасность, потому что у нас много детей довольно-таки здесь. Дети, ну играют во дворе, также сюда выбегают в лагерь. И вот, например, этим летом упало дерево. И слава богу, что тут не было детей в этот момент. А один раз мы гуляли с детьми, они были в лагере, упала большая ветка, прям в метре от детей. Ребят здесь действительно много, да и пенсионеров хватает. В многоэтажках в санаторном переулке, которые стоят буквально в десяти метрах от разрушенных корпусов, не меньше тысячи жителей. Приходят поиграть на единственную в районе детскую площадку и ребята из частного сектора по соседству. Разумеется, заброшки притягивают подростков как магнит. Так же, как и маргиналов, из-за которых лагерь превратился в притон. При этом на территории нет даже фонарей, а тропинка через катакомбы к цивилизации единственная для местных жителей. У нас очень много многоодетных семей. И у нас здесь дети ходят в школу, ходят в детский садик. Студенты и рабочие ходят на 90-й остановку. У нас здесь нет пешеходной дорожки. У нас ходят только через лагерь, потому что там у нас проезжая часть очень узкая. Если дети будут ходить там, то это будут просто трагедии. Обращались в МЧС России, потому что у нас вот там находится газораспределительный шкаф, который без забора его сняли благополучно, не обкошена трава. У нас здесь очень часто пожары были, поэтому у нас там все открыто, все вот буквально в шаговой доступности. Стопочка большая у нас, да, и мы в течение трех лет тут периодически куда-то к депутатам, в городскую думу, ну куда мы только не обращались. Многочисленные обращения жителей во все возможные инстанции пока ни к чему не приводят. Дело в том, что земля, на которой стоит заброшенный лагерь, в федеральной собственности. Так что ни муниципалитет, ни кто бы то ни было еще в городе или области судьбу Сомовского здоровья решать не вправе. Очередной запрос в Росимущество местные составляли уже с помощью Общероссийского народного фронта. Запрос федералам отправлен, но еще ответа нет. По предыдущим ответам, в том числе и жильцам этого микрорайона, известно, что региональные и местные власти не возражают против передачи из федеральной муниципальной собственности. В перспективе мы видим решение вопроса таким образом. Либо местные власти здесь восстанавливают лагерь отдыха для детей, либо эта зона превращается в зону рекреации. Конечно же, со сносом всех аварийных объектов. Конечно же, финансово это мероприятие затратно, я не буду скрывать, это так и есть. Но в настоящее время, находясь в федеральной собственности, этот объект пришел в полную негодность, так как деньги на его содержание, как вы видите, не выделялись. К слову, мэрия готова оформить территорию заброшенного лагеря в санаторном переулке в муниципальную собственность и навести там порядок. Дело за решением Росимущества, которое не могут получить с 2022 года. Между тем, местные жители на время детских прогулок организуют посменное дежурство, чтобы кто-нибудь ненароком не сгорел и не разбился на руинах лагеря и не потерял в печально известном здоровье здоровье свое собственное. Ордена, медали, знаки отличия, почетные звания и благодарности президента России. В правительстве Воронежской области торжественно вручили государственные и региональные награды. Из рук губернатора Александра Гусева их получили 26 человек. Это люди, работающие на оборонную промышленность, аграрии, железнодорожники, представители органов власти, но больше всего по традиции педагогов и врачей. Среди них и главный онколог региона Иван Мушуров, человек, благодаря которому вся онкологическая служба области изменилась до неузнаваемости. В частности, были построены и оснащены новейшим оборудованием несколько корпусов диспансера, одного из лучших учреждений подобного типа в стране. Всевозможных званий, премий, знаков отличия у Ивана Петровича масса, но орден Пирогова, регалия особенная. Его девиз – милосердие, долг, самоотверженность. То, чем отличался сам Пирогов, легендарный основоположник русской военно-полевой хирургии, ученый, врач, организатор здравоохранения. Получить орден его имени для любого врача – высшее признание, к которому идут всю жизнь. «Бытует мнение, не сотвори себе кумира, да? А вот Николай Иванович Пирогов для меня, как для хирурга, это кумир в хорошем смысле этого слова. За этим орденом, естественно, труд огромного коллектива моего онкодиспансера. Я, конечно, благодарен моему коллективу, потому что я считаю, что этот орден всего коллектива, то, что делают сегодня люди, они действительно многие просто дают себя в работе. Поэтому я благодарен и правительству области, и коллективу, ну и, конечно, своей семье». «Хочу также сегодня отметить тех людей, кто вносит заметную такую лепту, вклад в обеспечение обороноспособности страны, те, кто работает на промышленных предприятиях, выполняя гособоронзаказ. На вас сейчас большая ответственность, и мы видим, как активно на сегодня изменилась ситуация в работе таких предприятий, и насколько это сейчас помогает нашим воинам, которые защищают нашу страну на линии соприкосновения». Всем миром Воронежская городская дума организовала сборы и отправку гуманитарного груза в Курскую область. Решение приняли в первые же дни массированных обстрелов и наступления ВСУ. К инициативе депутатов подключились волонтеры Региональной ассоциацией медицинских работников, сотрудники соцучреждений, например, воспитателей и родители, ребята из детского сада номер 184. В общем, все, кто принял беду соседей близко к сердцу. Закупили одежду, лекарства, медоборудование, продукты, бытовую технику. Благотворительную миссию возглавил депутат Гордумы Вадим Клицов. Он лично доставил груз в один из пунктов временного размещения в Курске. А руководитель информационно-аналитического управления муниципального парламента Руслана Переславцева сообщила, что акция по сбору гуманитарной помощи будет продолжаться столько, сколько это потребуется. Сейчас там очень нужен шансовый инструмент и одежда защитной расцветки. Когда возникла необходимость нашего вмешательства, нашей помощи, мы оперативно собрали фракцию, присутствовали депутаты фракции. Было принято решение собрать деньги, приобрести необходимую помощь. Мы на деньги фракции закупили 60 спортивных детских костюмов, питьевая вода, также были моющие средства. Дополнительно удалось предоставить еще микроволновые печи, чайники, тепловые пушки. Скидка 100%. В семейном МФЦ прошла благотворительная ярмарка от центра галереи Чижова для вынужденных переселенцев из Белгородской и Курской областей, которые живут в воронежских ПВР. Ассортимент в основном рассчитан на школьников. Именно это и нужно в преддверии 1 сентября. Все подробности в нашем сюжете. Это не модный бутик с премиальными брендами. Здесь нет шикарных примерочных или новых коллекций знаменитых дизайнеров. Даже чеков не выдают. Местные кассиры принимают оплату другой валютой – благодарностью. Посетители этой благотворительной ярмарки – жители Курской и Белгородской областей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, вдали от дома. По понятным причинам одежды у них с собой по минимуму. К счастью, благодаря сотрудничеству центра галереи Чижова и управления соцзащитой советского района Воронежа, у десятков семей появилась возможность пополнить гардероб. Сейчас у нас дети есть, которые в школу ходят, детский сад ходят. Им одежда нужна, вот сейчас тёплая одежда, обувь. Здесь они сами выбирают по размеру и по внешности. Они очень активно стали выбирать. В прошлый раз они чуточку стеснялись, а в этот раз вообще активно выбирают, сами выбирают. Большой благодарности галереи Чижова, низкий поклон организаторам, участникам. Спасибо большое за такую поддержку. Мы чувствуем эту поддержку, нам, конечно, становится проще. Никаких ограничений по размеру корзины здесь нет. В основном это вещи на осень. Новые качественные наряды прямо с полок магазинов торгового центра, которые пришлись по вкусу и взрослым, и детям. Удобные, хорошие, в них на первое сентября пойду. Когда ассоциация галереи Чижова к нам обратилась с идеей провести благотворительную ярмарку, мы с радостью согласились. Это здорово, когда в начале учебного года ребятишки получат новые вещи. Прекрасная практика работы с галереей Чижова. Мы уже много лет оказываем помощь нуждающимся семьям. Помощь нуждающимся – важное направление деятельности депутата Госдумы Сергея Чижова. Недавно он лично доставил гуманитарный груз в Курскую область. Помимо одежды и обуви, бытовая техника для пунктов временного размещения, а также средства связи для курских медиков. Как отметил Сергей Чижов, это тот случай, когда душевный порыв и служебный долг совпали. Если мы вместе, если мы поддерживаем друг друга, то мы обязательно справимся и мы победим. Медали за содействие СВО получили волонтеры из Подгорного. Александр Корчагин и Виталий Воронцов помогают фронту с первых дней специальной военной операции. В основном это сборы и отправка гуманитарных грузов за ленточку. Желающих поучаствовать в этом благом деле в микрорайоне достаточно. Кто-то вяжет носки, кто-то приносит консервированные овощи, сладости, продукты с длительным сроком хранения. Собирают и более весомые посылки. Однажды по просьбе бойцов передали даже щенка. Российский флаг как символ борьбы за свободу и справедливость в прошлом и настоящем. Круглый стол с таким названием прошел в областном доме журналистов. Встречу приурочили к большому празднику – Дню государственного флага. Его отмечают уже 30 лет, с 1994-го. Ученые, общественники, представители духовенства каждый говорил о главном символе России со своей профессиональной точки зрения. А для создания праздничной атмосферы в Дом Жур пригласили народный коллектив «Казачья горница». Что касается самого обсуждения, историки напомнили, что триколор появился еще при Петре I. Однако во время революции 1917 года и вплоть до 1991-го государственный флаг был другим. Затронули и историю корабля «Орел». По некоторым источникам, знамя этого судна и стало прообразом нынешнего триколора. Согласно документам, для его изготовления были использованы ткани красного, белого и синего цветов. Кроме того, на этих стягах предписывалось нашить изображение двуглавых орлов. Когда-то Петр I, когда еще строили корабли, он говорил, ну а как же, вот мы же плывем, а кто знает, чей это корабль. Надо флаг придумать. Ну и дал такое задание. В раздумье все. Он говорит, ну идите погуляйте. И сам нарисовал. На флаг мы все равняемся. Флаг, когда присягу отдают, целуют флаг. Когда торжественно выигрывают. Руководители молодежных общественных организаций рассказали, что в последние годы государственную символику все чаще наносят на волонтерскую одежду. По их словам, для ребят очень важно продемонстрировать, что они часть нашей страны и разделяют с ней все, и победы, и трудности. Несмотря на то, что масштабные праздничные акции, приуроченные к Дню флага, из-за непростой оперативной обстановки пришлось отменить, незамеченной этой даты не осталось. Например, активисты провели акцию «Российский триколор». Они предлагали прохожим ленточки с изображением флага, а также памятки, где кратко изложена история одного из главных символов государства. Только до обеда волонтеры успели раздать более 80 тысяч лент. По всей области у нас проходят различные круглые столы, флешмобы. Флаг является символом нашей силы, доблести нашего народа. Вообще, российский триколор имеет очень древнюю, давнюю историю. В этом году им исполняется 330 лет. Самые чистые цвета, которые им есть, это белый, синий, красный. Ярко, хоть и без красок. Первый всероссийский фестиваль черно-белых снимков добрался до столицы Черноземья. Принять участие в нем стремились фотохудожники со всей страны. Правда, до выставки в Воронежском доме архитектора доехала лишь малая часть изображений. Все работы, попавшие в фестивальную базу, в этом помещении просто не уместились бы, даже если бы вешали вплотную. Среди авторов снимков как признанные мастера, так и те, кто взял в руки камеру относительно недавно. Единственное условие – монохромность. Таким способом организаторы хотели показать, что даже сейчас, в век современных технологий, внимание зрителя притягивают не только яркие акценты или насыщенность фотографии, но и ее целостный сюжет. Это дало участникам фестиваля новый творческий импульс и заставило хорошенько подумать, прежде чем нажать на затвор фотоаппарата. Мы встретили просто колоссальную поддержку со всех сторон. Мы не ожидали, что это выйдется в такой масштаб. Мы не планировали никаких путешествий фестиваля, но когда мы вышли в социальные сети и сказали, что ребят, мы хотим сделать вот так, черно-белые фотографии, кто хочет прислать работы. Мы за неделю закрыли забор заявок, потому что мы просто не справлялись с тем потоком фотографий, которые люди прислали. И в итоге получился совершенно, я считаю, без ложной скромности фантастический фестиваль, фантастическая выставка, которая проехалась по нескольким городам России. Они действительно сделали замечательный отбор. Они представили талантливых авторов. Кстати говоря, среди них есть Ольга Агеева из Воронежа, чему я очень также рад. И я думаю, что здесь рада и Елена Чеплыгина, и все организаторы с воронежской стороны, что вот ваша землячка вошла в число людей, которые представлены в этом. Мне стало очень приятно и здорово. В завершении выпуска о спорте Воронежский Буран в рамках подготовки к предстоящему сезону провел на своей площадке две товарищеские встречи с постоянным спарринг-партнером хоккейным клубом «Ростов». В первой из них воронежцы уже к концу третьей минуты открыли счет, реализовав большинство после броска Александра Ремова. А удвоили свое преимущество хозяева лишь на старте заключительного отрезка стараниями Валерия Полякова. Однако этот счет горел на табло недолго. Уже к экватору периода кондоры смогли отыграть одну шайбу. Интригу возродил Даниил Калмыков, правда, всего на пару минут. Комфортный для ураганных отрыв восстановил Егор Брызгалов. Однако точку в матче поставили все же гости. На 54-й минуте Савелий Козлов снова сократил отставание от Бурана до минимума, но на большее гостей не хватило. Впрочем, за ними остался овертайм, который длился всего 33 секунды, а также ростовчане были точнее в серии буллитов. Что же касается второго матча, который состоялся на следующий день, то здесь воронежцы изменили схему игры. В середине первого периода Денис Мишарин открыл счет, а под конец игрового отрезка преимущество Бурана удвоил Александр Ремов. Второй период остался за гостями. За три минуты до его завершения Савелий Козлов сократил отставание от Бурана. Это была единственная шайба ростовчан в этом матче. А вот воронежцы огорчили гостей еще раз. В начале третьего периода снайперские качества снова, как и днем ранее, продемонстрировал Валерий Поляков. Но после основного времени опять последовал овертайм, где в этот раз ворота команд остались на замке, а потом состоялась серия буллитов. Тут точнее снова оказались гости. «Свежести еще такой не было. Мы последний микроцикл перед тем, как съехать со сборов, да, мы серьезно физически нагрузили ребят, поэтому в первой игре были тяжеловаты, мы, да, во второй игре уже более-менее мы начинали разбегаться. Поэтому сейчас мы будем, думаю, ножки отпускать у ребят будет, свежая голова будет. Уже мы будем более активные действия у нас будут у команды». «После первой игры много моментов было в первой игре. Как-то как будто бы, ну, свои моменты не забили и было немножко от этого злость какая-то была. Хотелось во второй игре там, ну, штук 10 набросать. Но я так и сказал Егору Баланову нашему, так сказать, который тут играл пять сезонов, он там капитан сейчас, я сказал ему, что во второй игре мы накидаем 10. Ну, чуть-чуть там не хватило буквально». Сейчас Буран отправился на предсезонный турнир в Тамбов, где проведет матчи с местным хоккейным клубом, а также Воскресенским химиком и Рязанью ВДВ. А уже 6 сентября новый ледовый сезон стартует в столице Черноземья. В первой игре воронежцы примут на своей площадке Ростов. И на сегодня это вся. Основная информация о оперативной новости есть на нашем интернет-канале ТВ-губерния. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова